Ноябрь 2021 года, уважаемые раки, очень страстный месяц, поэтому я сочувствую всем, кто в парах. У вас будет, конечно, искушение, испытание, но я вам сразу скажу, после прослушивания данного гороскопа, те, кто замужем и женаты, не пишите мне, пожалуйста, в комментариях, а куда девать мужа или жену. Извините, не я вас женила, поэтому сами решайте. Знаете, спросите у того, кто вас заставил жениться и кто вас заставляет оставаться в браке, куда девать мужа или жену, когда у вас есть какие-то еще варианты. Не ко мне вопрос, сразу предупреждаю, сразу возвращаю вам вашу ответственность. И начинаем. 4 ноября, новолуние в вашем пятом доме, появление нового возлюбленного, новая любовь, новая влюбленность. Для тех, кто одинок, раки, это шикарнейший месяц для вас, потому что любовь здесь будет найдена, любовь, о которой вы мечтали. Так как лунное затмение в этом месяце в вашем одиннадцатом доме, это тот человек, которого вы визуализировали, возможно, вы видели его во снах, в мечтах, вы его рисовали, вы о нем писали стихи. И вот-вот он, и вот-вот он, да, то есть он уже на пороге, и уже к лунному затмению вы его увидите. Возможно, что вы познакомитесь с ним первую декаду, ну вот с четвертого начиная, а к лунному затмению 19-го он вам признается в симпатии, либо вы ему признаетесь в симпатии, либо что-то другое произойдет. Может быть, даже мимолетное, не совсем значительное. Может быть, это не будет уже предложение руки и сердца, и даже не поход на первое свидание, но взгляд, который упадет на вас, будет явно недвусмысленным. Вы это точно поймете. 19-го ноября сильное затмение, оно в 10.57 для часового пояса плюс 2, если вы в другом часовом поясе, пересчитайте для себя. Раки, вы очень чувственны, и лунное затмение, затмение вашей управительницы, луны, для вас, конечно, очень значимое событие, вне зависимости от того, в паре вы сейчас, без пары вы сейчас, любовный треугольник или многоугольник, вот вообще в браке, не в браке, это вопросы любви. Любви, которую вы даете, которую вы получаете, это то, что вас любят многие, это то, что вас любят ваши дети и чужие дети. Да, кстати, по новолунию в пятом доме у кого-то может появиться ребенок, либо если ваш ребенок взрослый, то у него появляется любовь, это может быть любовь детей. Например, 4-го, после 4-го вы узнаете, что ваш ребенок, оказывается, имеет с кем-то сексуальную связь, и к 19 ноября вы узнаете, что будете бабушкой или дедушкой, если вы, конечно, в возрасте. 11-й дом, в котором у вас будет лунное затмение, это дом любви чужих детей и внуков, поэтому да, здесь, даже если вы одиноки, даже если вы child-free, может быть, у вас есть племянники, племянницы, внучатые племянники, племянницы, в любом случае какие-то дети вас любят, и вы притягиваете эту детскую энергию. Кто-то, может быть, начнет работать с детьми, в детский садик устроитесь, например, нянечкой по пятому дому, после 4-го ноября это возможно. По 11-му дому и онлайн можете работать с детьми. Меркурий весь этот месяц, ну как весь, с 6-го числа, Меркурий также в доме детей, поэтому делать детей, делать с детьми что-то, делать для детей что-то. Обо всем этом месяц. Ноябрь хороший, мощный, сильный месяц, месяц кино, походов в такие заведения различные, увеселительные, кинотеатры, театры, кафе, не только кино, да это все-все-все, что вы можете себе представить. Но так как ноябрь обычно такой киношный месяц, очень многие любят греться где-то, уютно сидеть в кинотеатрах, либо в кафешках. Вот такого типа этот месяц. А с кем вы будете сидеть? То ли вы с возлюбленным будете сидеть, то ли вы с мужем, либо с детьми. Главное, друг другу не мешайте. Ходите в разные места, что сказать. Седьмой дом. Вообще, это мощная энергия любви, которая зажжется в месяце ноябре раки. Учтите, это мощная энергия любви с лунным затмением, с Венеры в седьмом доме. Это только начало. То есть не думайте, что вот та страсть, то та кровь, которая будет просто вытекать из вашей, как сказать, ваша энергия будет похожа на энергию Скорпиона больше. То есть вы будете как будто бы какой-то красный свет источать, словно бы красная лампа, как красная затменная луна. Вы будете, то есть вы будете вот гореть, как щеки горят у возлюбленных, как губы горят у возлюбленных. Вот вы будете так гореть. И это только начало. То есть если вы подумаете, куда уже дальше, я так горю, ну, сори, это начало. Венера в Козероге. Козерог — это ваш седьмой дом. Для вас Козерог идеальный партнер, поэтому если вы рак, то, конечно, вам подходит Козерог. Ну, тут no comments. И Венера — это любовь и деньги в вашем доме партнерства с 5 ноября и по, внимание, 6 марта 2022 года. За этот период она будет становиться ретроградной. Что значит? С 5 ноября по 19 декабря 2021 года вы можете найти любовь всей своей жизни истинного партнера. С 19 декабря 2021 по 29 января 2022 вернуть любовь в своей жизни всей, если вы вдруг ее потеряли. И еще второй шанс будет найти новую любовь уже в 2022 году с 29 января по 6 марта. Если вы ищете подходящего себе партнера, то обратите внимание на Козерогов, рожденных с 31 декабря по 15 января включительно. Ну, может быть, плюс-минус еще несколько дней туда-сюда. Вот в любого года вам подходят партнеры старше вас по возрасту, поэтому ищите Козерога старше вас по возрасту и будет вам счастье. Может быть, и не будет, но это будет пара ваша. В любом случае, чему-то вас этот Козерог научит точно. Учить вас будет, будет вас запрягать, будете много работать. С 22 ноября начинается период рабочий для вас. То есть до 22 ноября там больше про любовь, про цветочки, про подарки, про встречание под полной затменной луной. А третья декада ноября уже про работу, и про здоровье, и про быт, и про дом, про самые обычные скучные дела. То есть весь экшен будет первую декаду ноября начинаться, зарождаться, начинаться. Вторая декада ноября кульминация данных процессов. Третья декада ноября уже про работу, но не забывайте, что Венера, повторюсь еще раз, аж до 6 марта 2022 года в вашем доме брака, любви, взаимоотношений, поэтому не будет остывать ваше сердце уж точно. Вы сердечны, уважаемые представители знака ЗДЯКО РАК. Подарите кому-то свою любовь, особенно если это кто-то вроде Козерога, холодный и ждущий этой горячей чашки кофе в постель. Если вы хотите обратиться ко мне лично, то все мои контакты в описании под видео, также сейчас на экране. Обращайтесь, буду рада помочь. Всего доброго!